Сегодня мы говорим о красоте внутренней, сегодня мы говорим о серии продуктов wellness, о здоровье, о том, как его сохранить, не о том, как его лечить, как что-то делать, да, о том, как его сохранить. Итак, направление именно wellness, wellness индустрия, конечно же, для начала представлюсь, сегодняшний вебинар буду проводить я, меня зовут Елена Левша, директор компании Reflame, я проходила, конечно же, обучение и у наших сотрудников, да, компания Reflame, плюс ко всему обучение у Ольги Николаевны Григорьевны, сегодня не буду говорить, конечно же, у Сига Сена в Швеции, Поэтому на сегодняшний день я могу, не только могу, я консультирую людей по именно здоровому питанию, по правильному питанию и буду очень рада поделиться с вами информацией, информацией, которая позволяет, конечно же, сохранить наше здоровье. То есть я не врач, я не занимаюсь лечением, я просто занимаю, я могу порекомендовать правильное и здоровое питание. Поэтому в большей части будем говорить именно об этом. И вот, кстати, да, сертификат именно о прохождении и обучении именно в Швеции, в Загелёсе, у Сига Сена, но об этом чуть-чуть попозже. Итак, Wellness. Что же такое Wellness? Это не только направление серии продуктов именно компании Reflame, забегая немножко вперед, да, это не коммерческий продукт компании, это продукт, не созданный самой компанией Reflame, он не является собственностью компании Reflame. Мы являемся именно дистрибьюторами, мы являемся компанией, которая является посредником между шведскими учеными и, конечно же, всем миром. И Wellness вообще, что такое Wellness? Wellness – это целая индустрия, это целое направление, это стиль жизни для очень многих. Это здоровье, на самом деле это просто здоровье, здоровое питание, здоровый образ жизни, здоровый образ мышления, здоровое позитивное отношение к жизни. То есть, да, как вы видите на слайде, это действительно проявление во всех сферах, это и энергия, и здоровая красота, и, конечно же, что самое важное абсолютно в любом возрасте. Да, Wellness индустрия, Wellness направление, оно позволяет сохранить и молодость, и красоту, и, конечно же, здоровье абсолютно каждому человеку на долгие-долгие годы. Я думаю, что очень, вот если бы я задала вопрос, вообще, вот давайте так, задам вопрос, да, кто из вас хотел бы действительно как можно дольше, вот девушки, да, девушка больше, ну, хотя и мужчинам тоже актуально на сегодняшний день вопрос. Кто из вас хотел как можно дольше продлить, знаете, молодость и красоту свою, вот поставьте единички, поставьте плюсики, можете, отреагируйте, чтобы я понимала, насколько нас много, да, кто меня слышит, кто меня слушает, или кто-то пошел чаю попить, поэтому отреагируйте как-нибудь. Кто из вас хочет сохранить молодость и красоту как можно дольше? Отлично, пошли единички, пошли плюсики, это здорово, потому что на самом деле, конечно, кого бы, знаете, как это можно даже сказать, просто риторически, ну, нету, наверное, того человека, который бы сказал, ой, нет, я не хочу сохранять молодость, ой, нет, я не хочу сохранять красоту, действительно. Каждый человек, которому бы он не задавался этот вопрос, он скажет подтвердительно, да, я хочу сохранить и молодость, и красоту, конечно же. Поэтому мы говорим о здоровье, мы говорим о красоте, и если мы говорим о компании Арифлейн, на сегодняшний день компания предлагает продукцию не только для красоты, и это, конечно же, средства и по уходу, и за телом, и за лицом, и вообще просто за абсолютно каждым участком нашего тела есть огромное направление, огромный ассортимент продуктов, который позволяет сохранить и выделить, да, выделить естественную вашу красоту. Но, действительно, со временем, когда компания развивалась, и основатели, они вообще все время, когда, ну, все время именно наличия компании на косметическом рынке, они всегда задумывались и всегда изучали вопросы именно здоровья, потому что основатели, они понимали, всегда я понимаю, конечно, за сегодняшний день, что, я думаю, вы с вами тоже согласитесь, что если вдруг где-то внутри что-то не так с нашим здоровьем, ну, самое элементарное, просто заболела, может быть, голова, мигрень, легкая мигрень, какое у вас самочувствие? Хочется ли лишний раз доставать зеркало и смотреться в зеркальце, да? Хочется ли лишний раз, может быть, где-то подкрасить губы? То есть все вопросы, они концентрируются как раз-таки на том, чтобы, ну, вот убрать вот эту вот болезненность, а убрать какое-то вот недомогание, и только потом мы можем говорить, конечно же, о красоте. Так вот, направление продуктов wellness, конечно же, это красота изнутри, это наше здоровье, и, конечно же, мы понимаем, что красота напрямую, наша с вами красота напрямую, то, как мы выглядим, напрямую зависит от нашего внутреннего самочувствия и состояния. И если вообще разобраться, что же такое здоровье, и что влияет, что непосредственно как-то может или поддерживать, или улучшать, или ухудшать наше состояние, да, наше именно здоровье, конечно же, первое, что приходит на ум, очень у многих, это медицина, да, то есть вовремя ли мы обращаемся к врачу, потому что, знаете, такое, да, пока жареный петух не клюнет в одно место, вроде бы мы ждем до последнего, и только потом обращаемся к врачу, потому что у нас там что-то нас беспокоит. Кто-то наоборот, да, вот есть несколько категорий людей, кто-то сразу бежит к врачу, да, не дай бог, где-то что-то кольнуло, и сразу же бегут к врачу, и вот я могу сказать, у этой категории людей наивысшая вот такая есть культура поедания таблеток, да, то есть они, вот до того, что они могут говорить большей части только о болезнях. Если говорить о том, какие покупки они совершали, будут перечислять, сколько медикаментов они приобрели за последний несколько, там, день, может быть, за месяц. Есть же другая категория людей, это те люди, которые терпят до последнего, и только потом обращаются уже к врачу, когда уже, ну, все, уже понимаешь, что, ну, дальше уже терпеть невозможно, действительно, нужно все же обратиться к врачу. Так вот, я могу сказать, самое правильное, это золотая середина. Конечно же, не так, что, там, я не знаю, пальчики кольнуло, и мы побежали к врачу, а хотя бы где-то раз в полгода, ну, самое худшее, да, это раз в год проходить полное медицинское обследование. На сегодняшний день это очень-очень важно. Очень важно знать о своем состоянии, да, здоровье, очень важно его поддерживать, очень важно понимать, что и как происходит внутри, и на что, может быть, на сегодняшний день нужно обратить внимание. Как и в любом теле, очень важна профилактика, поэтому, конечно же, всегда, даже врачи тоже, да, не рекомендуют именно профилактический какой-то осмотр. Это очень важно и нужно делать. Но медицина, да, если мы говорим о, тоже здоровье, говорим вот о нашем направлении, да, сегодняшнего разговора, то на сегодняшний день, конечно же, если посмотреть, медицина очень тоже интенсивно развивается. Очень интенсивно развивается количество аптек, которые появляются, количество болезней, да, аптеки, ну, это взаимосвязь, откуда появляется такое количество аптек, потому что очень много болезней, очень много людей, которые на сегодняшний день являются обладателями каких-то хронических заболеваний. Огромное количество болезней, которые омолодились именно по возрастному цензу, да, если посмотреть, сколько людей лежит в тех или иных отделениях на сегодняшний день и сравнить с тем, что было лет 10, 15, 20, может быть, назад, да, кто вот этот возраст сможет проанализировать. Просто вспомните, какое количество людей лежало раньше в больнице, за какое количество сейчас. Опять же, если раньше с сердечно-сосудистыми заболеваниями лежали, это возраст уже получался где-то 40 и выше, да, то на сегодняшний день 20 и выше, да, в 20 лет уже люди, к сожалению, страдают теми или иными хроническими заболеваниями очень серьезными. И, конечно же, медицина, она в любом случае, она влияет на нашу здоровье. Что еще влияет? Конечно же, влияет экология. Очень многие говорят, ну, мы же живем в Беларуси, да, у нас же там все загрязнено. Да, действительно, так оно и есть, это факт, мы на это повлиять можем только единичным образом, это если поменяем место жительства. То есть, если мы не будем жить в Беларуси, конечно же, экология вокруг нас, она изменится. Если же мы остаемся жить здесь, то на этот фактор мы вообще абсолютно никак не можем повлиять, потому что экология, она будет все равно нас окружать. И, конечно же, тоже это важно понимать, и дальше, когда мы будем говорить, конечно же, я вспомню, опять же, еще раз про экологию. Наследственность. Очень часто тоже и я слышу, и многие из нас, да, слышат и говорят, ой, это мне там по наследству передали там у родных по линии, там те или иные какие-то болячки, да, те или иные заболевания. Очень часто говорят, вот по наследственности я больше, наверное, да, у меня нельзя такой слайд, больше часто тоже говорю, когда люди, свой, в частности, избыточный вес, они впитывают на наследственность. Вот именно большие части люди, страдающие избыточным весом, страдающие различными степенями ожирения, они говорят, ну, у меня же это по наследству, у меня же там мама, у меня же там бабушка, у меня же там, ну, многих перечисляют, да. Но в то же время муж – это не наследственность, муж – это, допустим, это член семьи, который пришел, ну, как бы, с другой семьи, да, правильно? Но зачастую, если мы посмотрим на семейные пары, то мы видим, да, достаточно стучных людей, и муж, и жена, и дети будут большей части именно точно такие же, стучные уже с самых малых лет. И, ну, даже если посмотреть, зачастую, если есть домашние питомцы, домашние любимцы, если это кошки, если это собаки, то они тоже, к сожалению, страдают избыточным весом, да. О чем здесь говорить? Это пренебрежение, то, что относится к питанию, конечно же. И именно о питании, да, мы будем тоже сейчас говорить, и последний фактор – это, конечно же, вот образ жизни. Вот сюда и относятся и правильное питание, и сам, насколько он активный или неактивный образ жизни, который ведут люди, да, и, конечно же, позитивное мышление. Если говорить о позитивном мышлении, это не значит, что нужно там всегда делать улыбку на лицо, да, и в любых ситуациях ты улыбаешься, да, если постоянно улыбающийся человек, но это как бы тоже немножко подозрительно. Очень важно понимать, чтобы было именно, вот, да, опять же, да, как есть выражение, для одних стакан наполовину куплен, а для других наполовину полон. Так вот, каково ваше отношение к каким-то стрессовым ситуациям, к каким-то жизненным, может быть, катаклизмам, которые происходят, к каким-то вопросам достаточно серьезным, да, которые возникают в жизни, как вы относитесь. То есть очень остро реагируют, и действительно спокойно, и в то же время с улыбкой принимаются какие-то повороты судьбы, да, то есть вот это тоже очень-очень важно понимать. И если мы посмотрим вообще вот на все 100% нашего здоровья, что в большей степени влияет на наше здоровье. Смотрите, стрессы, да, влияют, но на них мы тоже можем повлиять, да. Да, экология. Есть такой процент, на него мы повлиять не можем. Медицина, можем повлиять, если вовремя будет профилактика, да, именно не лечение уже, а именно сама профилактика вашего здоровья. Конечно же, образ жизни, насколько он активный, на это тоже может влиять абсолютно каждый человек. Даже у кого есть какие-то показания к тому, чтобы, что нельзя заниматься спортом, ну, всегда можно найти тот вид физической нагрузки, минимальной какой-то физической нагрузки, которую можно использовать. Наследственность, да, влияет, но существует небольшой процент именно наследственности, которая тем или иным образом может оказаться на нашем здоровье. Ну и, конечно, посмотрите, самый большой процент – это, конечно, питание. Именно питание в большей степени влияет на наше состояние. Питание зачастую влияет на наше отношение к жизни. Питание влияет на здоровье и в зависимости от этого, насколько мы часто или не часто будем посещать врача. Питание очень влияет на желание или нежелание заниматься физическими нагрузками. Питание также влияет на наш стресс, да, вот, смотрите, позитивное отношение к жизни, да, и наши реакции на стрессы. Вот, я могу сказать, что питание влияет вот практически на каждый кусочек вот этого вот большого церога нашего здоровья. И почему, смотрите, я говорила, да, я не врач, я не медик, не по образованию, не по направлению именно тех вопросов, на которые я могу отвечать на сегодняшний день. Почему? Потому что я не занимаюсь лечением, и, смотрите, что делают врачи? Они занимаются лечением органов и лечением систем, да. Мы же занимаемся, те люди, кто занимаются именно здоровым, правильным питанием, мы можем влиять единственное на что? На наши клетки. Почему? Потому что клетка, она вот получает все, что ей нужно для жизни именно из питания. А каждый орган, ткани, каждый орган, это все состоит из клеток. Смотрите, 300 миллиардов клеток производится в нашем теле каждый день. И именно вот из каждой единички состоят наши ткани, состоят наши органы. И все это мы с вами. Все это полностью человек. Поэтому мы можем влиять, и мы можем давать, и я могу давать где-то какие-то рекомендации по питанию, которые наилучшим образом именно скажутся на состоянии той или иной клеточки. И смотрите, старение. Я не зря сегодня задавала вопрос, кто из вас как можно дольше хочет сохранить молодость. Что такое старение? Это как раз-таки результат накопления дефектов в клетках и межклеточном пространстве. То есть, если в нашем организме очень много клеток, которые имеют очень много дефектов, которые неполноценно работают на сегодняшний день, наш организм начинает, знаете, как механизм, он начинает ржаветь, он начинает стареть очень-очень интенсивно. Это не произойдет за этот день, но это произойдет у кого-то раньше на 5 лет, у кого-то раньше на 10 лет, у кого-то раньше на 15, может быть, лет. И за все это отвечают именно клетки. Чтобы они были правильные, да, чтобы они были наполнены жизнью именно клетки в первую очередь. И смотрите, здесь будет несколько выдержек, несколько данных, которые, которыми с нами поделились именно в Швеции. Это данные Семидной организации здравоохранения. Я не буду зачитывать, да, вы можете посмотреть, какие проценты и какие заболевания можно было бы предотвратить или уменьшить, уменьшить риски заболевания, заболевания эти, просто перейдя на правильное питание и отказавшись от каких-то вредных привычек. И на сегодняшний день существует 7 факторов, которыми люди просто-напросто убивают себя, да. И смотрите, самый первый фактор – это, опять же, неправильное питание. Дальше идут стрессы, дальше идут курение, алкоголь, ну, это, может быть, это относится к здоровому образу жизни, да. Экология, опять же, ультрафиолет и лекарства. Ну, про лекарства говорили, вот здесь про один пункт, еще хочу поговорить чуть-чуть буквально. Ультрафиолет. Дело в том, что на сегодняшний день солнце, оно очень активно, солнечные лучи, очень, наносят очень сильный вред, наносят очень сильный вред именно нашему здоровью. Потому что ультрафиолет, он может влиять на ДНК в коже, в первую очередь, да, может влиять на клетки наши, да, может их убивать. Плюс ко всему, именно ультрафиолет является одной из причин развития у огромного числа людей различных видов раковых заболеваний. Это данные врачей-онкологов, что на сегодняшний день огромное количество людей, которые находятся именно в средней местности, попадают в онкологические учреждения только лишь по одной простой причине, что именно они большую часть своей жизни проводят на свежем воздухе, казалось бы, с одной стороны, очень хорошо, но они находятся под открытыми палящими лучами солнца. В частности, когда это лето, когда это кругло, практически круглый день, может быть, кто-то находится, и, конечно же, они не используют какие-то защитные свества. Ведь, смотрите, казалось бы, кто-то может быть сказать, ой, раньше, несколько там лет назад бабушки, дедушки вообще не знают, что такое солнцезащитная серия и такие продукты, но раньше не было то зубительное солнце, потому что зоновый слой был гораздо плотнее, и, конечно же, защита была гораздо сильнее, то есть природа нас защищала. На сегодняшний день, конечно же, развиваются сезоногенные все процессы, и очень важно защищать себя от ультрафиолета. Если солнцезащитные очки, то с очень высоким фактором защиты от ультрафиолета, с специально нанесенным покрытием. Если крема, то, конечно же, опять же, с высоким фактором защиты от солнца. Если вы загораете, загорают ваши дети, обязательно используйте свества, которые имеют высокий фактор защиты от ультрафиолета. Ну и, конечно же, переходим к непосредственно нашему вопросу. Это питание. Какое питание можно назвать и нужно назвать правильным? Это сбалансированное. По каким пунктам оно должно быть сбалансировано? По белкам, жирам, углеводам, клетчатке. Клетчатка, вернее, должна присутствовать, должна присутствовать витамины дополнительно, кроме тех, которые входят именно в состав продуктов питания, конечно же, минералы и плюс обязательно наличие такого водного баланса, соблюдение, вернее, водного баланса в течение дня. Ну и давайте немножко разберемся. Белки. Для чего нужны белки? Белки, как вы знаете, есть водного происхождения, есть растительного происхождения. Белок – это строительный материал. Если белков не хватает, то вот наш организм выглядит таким вот образом, да, как можно посмотреть на данных картинках. То есть белок – это вообще основа нашей клетки. Если белка недостаточно, то ваш организм будет как на картинке справа, да, то есть очень частое вирусное заболевание, очень высокая степень хронических заболеваний, да, перехода просто обычных заболеваний в хроническую форму. Очень высокая степень развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. То есть вот это вот недостаток белка. Головные боли может быть причиной, опять же, недостаток белка. Если мы говорим о тяге к сладкому, если вот, кстати, мне было очень интересно услышать такой момент, это Стив Стен рассказывал, да, когда мы говорили про белок, в частности, когда тоже задавались ему вопросы. И он говорил, что если в вашем организме на сегодняшний день недостаточно белка, то у вас одна из, вернее, один из признаков – это постоянная тяга к сладкому. Поэтому те люди, у кого есть такое, вот я могу сказать, у меня действительно раньше было очень такое острое ощущение, да, я постоянно хотела сладкого, мне постоянно хотелось сладости, мне постоянно хотелось там съесть шоколадку, съесть конфетку. Я могу сказать, для меня съесть и съесть шоколадку обычную, вот такую плитку, что называется, за один раз, было нормой. На сегодняшний день я даже не могу себе этого представить. То есть я, да, я могу съесть, я люблю, до сих пор люблю шоколад, люблю какие-то вкусности, но не в тех объемах, которые были раньше. То есть, вот шоколадки, если говорить, да, максимум это вот полосочка, ну, просто одна полосочка, все, это максимум, что я могу съесть за вот один раз, хотя раньше это было нормально съесть, вот кто меня может, кто меня понимает, да, у кого есть такая вот дикая, может быть, ну, или сильная достаточно тяга к сладкому. Это может быть один из признаков того, что на сегодняшний день в вашем организме недостаточно белка, полноценного белка. Конечно же, белок, ау, тоже не хочется теперь, да, вот те, кто сейчас принимает именно полноценный качественный белок, конечно же, в чем рационе питания он есть ежедневно, вот эта вот тяга, она исчезает со временем, да, затем вы понимаете, что уже этого не хочется. Откуда берется белок, да, если это животного происхождения, то, смотрите, если из мяса, вот здесь вот показан пример, да, как из мяса мы получаем белок, который, то есть, вот это чужеродный белок, который должен, так, на цепочку аминокислот разложиться, и затем мы получаем тот белок, который встраивается именно в наш организм, в тот кирпичик, который нужен именно для нашего организма. Вот в таком случае проходит от 34 до 72 часов, да, смотрите, сколько времени проходит при получении нужного нам белка из белка животного происхождения. Я потом к часам просто вернусь, поэтому белок нам нужен для строительства, просто для того, чтобы мы жили. Если, смотрите, если организм не получает вообще белка, да, то, ну, высока степень просто-напросто исхода не очень радужного и полученного, конечно же. Дальше, опять же, жир, он тоже нужен, он важен именно в обменных процессах, он важен в жизнедеятельности нашего организма, он важен в жизнедеятельности клеточки абсолютно каждой нашей. И нельзя, смотрите, здесь тоже должна быть золотая середина, нельзя и отказываться полностью. Если на сегодняшний день вы хотите похудеть, и вы вдруг отказались полностью от жирных продуктов, в частности, там, если мы берем кисломолочные продукты, вы используете обезжиренные продукты. Нет, это не есть хорошо, то есть лучше, если уже снижать, то не до нуля, а хотя бы до двух, до одного процента жизнедеятельности, потому что жир, он должен поступать, но, опять же, жир правильный, да, потому что есть неправильный жир, и есть ненасыщенные, есть насыщенные жиры, вот, да, то, о чем вот я сейчас говорила. То есть нельзя переборщить с насыщенными жирами, да, а в большей мере вы должны в вашем рационе питания должны присутствовать ненасыщенные жиры, то есть это рыба, это оливковое, рапсовое масло, масло грецкого ореха, это, конечно же, жир, который мы получаем из кисломолочных продуктов. И, смотрите, насыщенные жиры, да, это пальмовое масло, может быть, да, это нельзя переусердствовать тоже с маслом, именно с сливочным маслом, то есть его очень много, оно должно быть, обязательно должно быть в нашем рационе питания, но в небольших количествах, то есть если много, нельзя. Конечно же, животные жиры. И еще один момент, да, это трансжиры. Это растительное масло, которое было термически обработано. То есть когда вы жарите на растительном масле, это получается трансжир. Маргарин. Яркий, ярко выраженный просто кусок трансжира, да, который используется, посмотрите, где используется маргарин, что бы вы ни взяли, какую бы вы выпечку ни взяли, ни купили в магазине, везде есть трансжир. Почему он страшный, почему он, его нельзя использовать, дело в том, что его организм не распознает. Он его не может расщепить. Почему? Те люди, которые большей части, смотрите, если говорить о пастфудах, если говорить о термически обработанном любом масле, да, оливковом масле или даже растительном масле, его можно использовать, но в минимальном количестве. Если это достаточно много или это часто, если, допустим, вы ежедневно едите жареную пищу, именно зажаренную, да, на растительном масле, где-то просто на сковородке, то каждый день ваш организм получает трансжир, который организм не может переработать. Что получается? Первое. Происходит закупорка сосудов, соответственно, это развитие заболевания сердечной сосудистой системы. Вот таким вот образом появляются бляшки. Очень высокая вероятность развития тромбов, появления тромбов в сосудах, да, опять же, помню, к чему это может привести. Второй момент. Это отложение просто вот это вот все, то, что организм переработать не может, расщепить не может, это начинает складываться у нас на талии, на бедрах, на ягодицах. И, соответственно, возникает вопрос, я вроде бы даже на самом деле не так уж много и кушаю, но при этом, если еда насыщена именно трансжирами, то в любом случае будут появляться лишние килограммы, в любом случае где-то что-то будет появляться лишнее на нашем теле, что не будет доставлять нам эстетического удовольствия. Поэтому, конечно же, посмотрите, пересмотрите, каков рацион питания, что входит в этот рацион питания, что вы используете для ежедневного питания, да, что у вас идет на завтрак, на обед, на ужин. Просто пересмотрите, как много, может быть, неправильных, насыщенных жиров используется в вашем рационе питания. Дальше, углеводы. Что дает углевод? Углеводы – это энергия. Если углеводов, опять же, нет, вот тоже нельзя отказываться полностью от углеводницы пищи, потому что если ее не будет, если не будет поступать, получать, в нашем рационе питания не будет углеводов, не будет энергии. То есть, вялость, усталость, опять же, углеводы тоже здесь нужно понимать, какие они быстрые или медленные. То есть, если в вашем рационе питания есть углеводы, но они быстрые, опять же, и вялость, и усталость будут присутствовать. То есть, если в вашем рационе нет медленных углеводов, есть только вот эти вот быстрые углеводы, то, конечно же, опять же, что мы получаем? Избыточный вес, лишние отложения, лишние килограммы, да, это низкая концентрация, однозначно, это 100%. Это очень быстрая усталость, хроническая даже усталость, я бы назвала так, не быстрая, а хроническая усталость, это когда ваш рацион питания очень сильно наполнен быстрыми углеводами. Я вам приведу один из примеров, казалось бы, вроде бы правильного питания, но при этом на самом деле просто подумайте. Смотрите, если вы, ну, питаетесь, просьба достаточно правильно, на, предположим, ваш обед составляет, это борщ, это, предположим, котлетка и макароны. Ну, такое распространенное, простое, обычное, обычный прием какой-то пищи, да, средней статистической семьи. Что такое борщ? Борщ – это отваренное стекло, это углевод быстрый уже и высококалорийный продукт, это картофель, который входит тоже, да, в, допустим, борщ, опять же, это быстрые углеводы, там зажарки разные, это, опять же, быстрые углеводы. Дальше, макароны – это быстрые углеводы, высококалорийный продукт, и если мы берем котлетку, она обжарена еще плюс ко всему на масле, если она не паровая, просто обычные зажарки, это еще и плюс транжиры, потому что термически обработаны именно жиры. Поэтому, вот подумайте, да, казалось бы, завтра, то есть и горячее, и гарнир, все вроде бы есть, но на самом деле, что вот с таким набором продуктов, в таком комплексе обеденном, что вы получаете? Если мы говорим про медленные углеводы, на что это нужно обращать внимание? Конечно же, это фрукты, всевозможные фрукты – это медленные углеводы, это цельнозерновой хлеб, это овощи, конечно же, обязательно, да, которые тоже являются именно медленными углеводами. И в чем отличие мы медленных и быстрых углеводов? Смотрите, вот, опять же, немножко вернемся потом к такому графику, к таким кривым, быстрые углеводы, они что делают? Вот, вспоминаю, опять же, очень распространенно, вы на работе, уже устали, уже нужно, казалось бы, перекусить, то есть это еще не обеденное время, но хочется перекуса. Чем перекусывать чаще всего? Ну, это чай или кофе, плюс, там, булочка, шоколадка, бутерброд, обычный бутерброд, там, с колбаской, что происходит? Есть ли такой перекус? Чай, кофе, быстрые углеводы, потому что достаточно сладкие, если мы берем, ну, кофе, вот, эспрессо, это еще можно, все остальное, весь остальное, в частности, если это растворимый кофе, то это быстрые будут углеводы. Дальше, ну, булочка, шоколадка, понятно, бутерброд тоже, понятно, это будет все быстрые углеводы. Вы покушали, и минут так 15-20, все нормально, вы можете работать, все хорошо, но проходит где-то полчаса, что происходит? Все, вас как будто выживет, уже ничего не хочется, уже, наоборот, наступает сонливость, да, усталость наступает, то есть вот так работает быстрые углеводы. То есть очень быстрый выброс сахара в кровь, потом такое же быстрое понижение, да, то есть скачок сахара произошел, и все, то есть вот это вот дает быстрые углеводы. Если мы говорим про медленные углеводы, предположим, какой может быть перекус, вот замена тому, что я назвала, это могут быть фрукты, это могут быть фрукты плюс орешки, но орешки, это вот горсть, вот чтобы у вас в закрытой ладошке, вот это вот количество орешков, которое помещается, или сухофруктов, да, сухофрукты плюс орешки лучше всего, но в закрытую вот горсть, да, чтобы у вас помещалось это количество. И вот такой вот перекус, в таком случае у вас будет небольшой выброс сахара в кровь, то есть у вас очень медленно все это пройдет, и на самом деле вы не почувствуете, то есть у вас чувство голода уйдет, но при этом усталости не возникнет. И если, опять же, мы говорим про простые, вот про быстрые углеводы и про сложные углеводы, смотрите, возникло чувство голода. Если вы выбираете быстрые углеводы, то происходит повышение уровня сахара в крови, излишки сахара превращаются в жир и, соответственно, набор веса и всевозможные болезни. Если вы выбираете медленные углеводы, сложные углеводы, нет вот этой вот инсулиновой реакции, то есть выброс сахара происходит в кровь, но незначительный организм. Вот этот вот сахар, он перерабатывает, то есть все хорошо, и происходит снижение веса, да, если мы говорим про снижение, то есть про правильное питание, или вообще просто здоровое, нормальное, оптимальное состояние в организмах. Если говорить про ежедневную вашу тарелку здоровья, что там, большей частью, как она должна строиться, смотрите, большей частью, это можно даже отнести вообще на весь день, как бы, развитие, да, большей частью, в течение дня у вас должны быть овощи, фрукты, четвертая часть – это белок, и еще одна четвертая часть – это углеводы, лучше всего, когда они именно сложные углеводы. И еще про один момент, вот хочу, про клетчатку, да, вот сейчас говорила про сложные углеводы, там как раз был рис, и был рис бурый показан, смотрите, очень важно, чтобы в вашем рационе была клетчатка. Клетчатку вы получаете из овощей, фруктов, клетчатку вы получаете из, допустим, если это крупы, то, предположим, рис – это бурый рис, который не шлифованный рис. В таком случае, что делает клетчатка? Она как ершик для вашего внутреннего состояния, да, внутренних органов, то есть, счищается все то, что налипает на кишечнике, то есть, убирается и выводится из вашего организма. Соответственно, не происходит застаиваний каких-то, да, кишечник, нет такого, нет таких вопросов, как вздутия кишечника, да, металлина, то есть, вот это все решает именно клетчатка. Поэтому на наличие ее в вашем рационе питания, конечно же, обращайте внимание. И, смотрите, если ваш организм получает правильное, балансированное питание, он работает вот таким вот образом. То есть, все блестит, все внутри отлажено, процессы идут, и если питание неправильное, то ваш организм, вот как вот такой вот разрушенный завод. И, опять же, да, помните, я говорила, что лет на 5, на 10, на 15 происходит старение гораздо раньше. И если ничего не менять, если все оставлять так, как есть для большинства людей, я не говорю про кого-то из вас, я говорю сейчас в целом, это, опять же, данные, вот, то если не менять ничего по питанию, и, конечно же, огромное количество людей будет иметь такие заболевания, как онкология, сахарный диабет или ожирение. И, конечно, на сегодняшний день то, что предлагает компания «Арифлейм», то, что предложено именно с разработкой шведскими учеными, учеными, которых возглавлял профессор «Сипсцен», вот эту группу ученых, которые создавали как раз-таки серию продуктов «Велнос», в первую очередь, это коктейль. Когда появился коктейль, еще даже не было в планах предлагать его огромному количеству людей на всей планете, была просто задумка «Сипсена», была задача подготовить, правильно подготовить людей к операции, он проводит сложнейшие операции в мире по пересадке таких органов, как сердце и легкие, и на самом деле этот действующий профессор до сих пор он проводит хирургические операции, он проводит по пересадке органов, операции до сих пор, и человек, который когда-то был номинирован на Нобелевскую премию, в арсенале которого находится огромное количество всевозможных открытий, медицинских каких-то разработок, в частности, несколько уникальных инструментов, это инструмент именно для механической компрессии сердца, для людей, которые страдают именно избыточным весом, потому что обычные такие аппараты, они не справляются, у кого очень сильная степень ужирения, в частности. Конечно же, он был номинирован на Нобелевскую премию за открытие такого оборудования и раствора, который позволяет сохранить донорские органы в течение 48 часов, его раньше было только 12, то есть 48 часов, это большее количество спасенных в жизни, конечно же. То есть у него очень много открытий, и в том числе эта разработка, это наши коктейли Нейчевый Баланс. И все разработки, все открытия, все медицинские исследования, все медицинские показания, не все это проводилось в медицинском центре Игелиоса, именно в этом центре мы проходили тоже обучение в прошлом году, ровно год назад. И, соответственно, вот буквально пару фотографий очень быстро с нашей поездки, которая была организована нашими топ-лидерами Еленой Рокочей и Денисом Берековым. До сих пор мы их благодарим за такую возможность, за возможность, конечно же, компании предоставить нам такую уникальную поездку. И вот такая вот огромная команда была на встрече со Сигом Сеном. Целый день мы обучались у команды самых лучших специалистов, именно тех людей, кто работал над созданием категории и серии продуктов Велмыс. Итак, коктейль. Коктейль, который создавался для людей больных, но на сегодняшний день, то есть для людей, которые готовили к операции, которые проходили период реабилитации после операции, потому что очень сложно подбирать для них питание, очень сложно кормить. Очень огромное количество людей, которых вообще изначально нельзя ничем кормить, то есть это просто в виде чего-то жидкого, можно через трубочку, то, что можно, человек выпивает, да, невозможно есть то, что нужно там жевать. И был придуман коктейль. Конечно, сейчас он уже имеет такой коммерческий искусственный цвет, да, раньше это было что-то, как нам рассказывали, что-то очень, достаточно невкусное, просто вот пресноватое что-то, но это было, этот продукт создавался именно для жизни, для жизни огромного количества людей. Теперь у нас с вами есть правильная еда, правильный перекус, правильное питание, которое мы можем использовать абсолютно каждый день. Я использую это каждое утро. Обожаю эти вкусы. И, конечно же, что дает коктейль, из чего он сделан, что входит в его состав полностью, 100% натуральный состав, натуральные даже ароматизаторы. Сюда входят три белка, это яичный белок, протеин горошка и молочный протеин, да, но протеин – это белок. И, соответственно, смотрите, здесь насколько уникальная формула, подобраны и белок животного происхождения, и растительного происхождения, то есть абсолютно все аминокислоты, которые должны поступать в наш организм, они поступают вместе с данным продуктом. Плюс, к всему, здесь тоже есть клетчатка, здесь есть дополнительные витамины, и здесь есть даже омега-3, все это есть в коктейле. И помните, я вам показывала похожую картинку, так вот смотрите, для того, чтобы коктейль, вернее, белок, который мы получаем из коктейля, усвоился, проходит всего лишь 34 минуты, всего лишь полчаса, не несколько десятков часов, а всего лишь полчаса, и ваш организм получает полноценную дневную норму правильного белка. Вот таким вот образом можно восполнить именно белковую недостаточность в вашем организме. То есть, помните, я говорила опять, если говорить про нехваток белка, если вы пьете коктейль в течение трех месяцев, ежедневно, просто по одной порции, за три месяца человек восполняет недостаток белка. То есть, вы начинаете чувствовать себя по-другому. Только через три месяца можно делать какие-то выводы, после того, как вы начинаете принимать именно коктейли. Каждый день, три месяца, изо дня в день, и вы будете иметь свои собственные истории, вы будете иметь свои собственные результаты. И, конечно же, будете делиться этими результатами. У нас очень много историй. Смотрите, очень низкая калорийность этого продукта, очень низкий гликемический индекс. Помните, я рассказывала про эти составляющие. Так вот, за это отвечает такое понятие, как гликемический индекс. Если он высокий, то вы очень быстро хотите спать, очень быстро наступает именно утомляемость после перекуса. Если нет гликемический индекс, то у вас все хорошо, все в норме, и вы не чувствуете усталости, вы прекрасно чувствуете себя именно по насыщению, и, конечно же, вы сконцентрированы на той деятельности, которую вы осуществляете. При исследованиях, когда проводились исследования данного продукта, было выявлено, что этот продукт можно использовать также для решения вопросов по коррекции фигуры. То есть для тех, кто хочет или сбросить лишний вес, или, может быть, для кого-то нужно, наоборот, набрать недостающую массу, для того, чтобы выглядеть прекрасно, чувствовать себя прекрасно. Потому что знаем, что на сегодняшний день есть тоже люди, которые страдают избыточной массой тела, а есть те, у кого недостаточно вот такое анорексичное состояние. Поэтому, конечно же, для решения таких вопросов тоже можно использовать коктейль. Лично для меня, на сегодняшний день, то это, конечно же, использование коктейлей для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, Конечно же, чтобы концентрация была хорошей, чтобы решать вопросы не только по снижению веса, но и по поддержанию веса. И тоже можете посмотреть, вот такие вот результаты были мною получены. Это мой результат именно с использованием коктейля после второй беременности. Я как раз таки четко на коктейлях на наших снижала вес. Вот такой вот результат получила, чему очень рада. И, конечно же, тоже могу сейчас рассказывать историю именно по коллекции веса. Как я говорила, мы проходили обучение у Ольги Николаевны Григориан. Это тот человек, который как раз таки возглавлял проведение независимых клинических исследований наших продуктов. Это коктейли, это наши витамины. И, конечно же, РАМ, Российская Академия Медицинских Наук на сегодняшний день взяла данные продукты тоже на вооружение. И люди, которые лечатся именно от различных степеней ожирения, чтобы вы понимали, у них на лечение приезжают люди, у кого избыток массы тела составляет не 10, не 15 килограмм. 100, 200, 300 килограмм. Вы представляете, какие объемы. И, конечно же, для того, чтобы снижение веса, для того, чтобы коррекция веса проходила менее безболезненно, используются наши коктейли. И после исследований, конечно же, также есть сравнение наших продуктов с аналогичными, которые представлены на рынке. И я могу сказать, у нас очень много плюсов, кроме тех, которые вы видите, это, наверное, самый важный плюс. Наша продукция предлагается не через каталоги, наша продукция предлагается через аптеки. То есть вы защищены и мы защищены абсолютно со всех сторон. У нас масса плюсов и, конечно же, на сегодняшний день, это еще независимые вот эти вот клинические исследования, которые проводились в раме, показатель того, что мы не скрываем ни состав, мы не скрываем абсолютно ничего, что входит в состав данных коктейлей. И, конечно же, это, что очень важно, запатентованная формула. И если мы говорим про коктейли, то это холодные перекусы, потому что коктейль нужно готовить или же на только молочных, холодных продуктах, или же на водичке, только не на минеральной воде, на обычной воде, питьевой воде. Может быть, на соках, в которых не добавлен сахар. Вот, кстати, очень вкусно на натуральном яблочном соке, ванильный коктейль. Ой, божественно вкусно. Вообще, если не пробовали, можете попробовать, рекомендую. Вкусняшка, вкусняшка. Так вот, это холодные перекусы. А у нас на сегодняшний день есть еще одна категория белковых продуктов, это наши супы. Опять же, более легкий по вкусовым каким-то показателям это спаржевый супчик, или же более пикантный это томатный супчик. Можно их смешивать, можно приготовить отдельно. Можно данную смесь использовать, да, это сухая смесь идет, как дополнение к различным соусам, к различным сиправам. Но, на самом деле, да, изначально для чего создавался этот продукт? Этот суп, это горячий уже перекус. Очень классно на работе, если вы, да, и в частности, если это не заркая погода, достаточно прохладно, то чашка горячего супа не только согреет, но еще и насычит, наполнит ваш организм правильным тоже белковым питанием. И какова вот здесь один момент, только скажу. Да, действительно, подходит для вегетариантов, потому что здесь нет белка животного происхождения. Но при этом, смотрите, если в чем минус питания вегетарианцев? Они не получают аминокислот, которые мы должны получать, наш организм должен получать из белков животного происхождения. То есть есть некоторые аминокислоты, которые наш организм должен получать для нормальной жизнедеятельности. Так вот, эти аминокислоты есть в некоторых продуктах растительного происхождения. И очень сложно, вегетарианцам очень сложно наполнять, насыщать свой рацион питания, чтобы создавать, то есть серьезно прорабатывая семью для тех, кто хочет вести полноценный образ жизни. Так вот, наши супы, они уже созданы полным набором всех аминокислот. То есть сюда входят все аминокислоты, которые должен получать организм. То есть все аминокислоты, которые с легкостью мы получаем из белков животного происхождения, но которые есть также в продуктах растительного происхождения, но все продукты, которые мы крайне редко используем в нашем сфере питания. Поэтому я не буду сейчас какие-то подробности тонкостердоваться, просто скажу, что вы получаете полноценный белок, правильный белок, нужный белок. И, конечно же, очень-очень вкусно. То есть это 100% натурально. И еще, о чем хотелось бы тоже еще успеть поговорить, это, конечно же, о витаминах, минералах. На сегодняшний день, конечно же, наш рацион питания, он очень сильно оскуден. Очень мало, конечно же, витаминов мы получаем из продуктов питания, потому что и оскуднены почвы, и на сегодняшний день, то есть даже если у вас обычный какой-то приусадебный участок, на сегодняшний день низкая минерализация почв, она дает низкое количество минералов и витаминов именно в самих овощах, самих фруктах, поэтому их нужно съедать или в большем количестве, или же дополнительно просто принимать витамины. И смотрите, для того, чтобы получить необходимое количество витаминов, ежедневное количество витаминов, которые должны поступить в вашем рационном питании, сколько нужно было съесть раньше, сколько нужно съесть сегодня, это говорит как раз-таки о низком содержании именно витаминов и минералов в самих продуктах. Конечно же, есть синтетические витаминчики, есть натуральные витамины. Чем они отличаются? Зачастую мы слышим от врачей, что если принимать витамины, то нужно принимать их курсами. А откуда это пошло? Как раз-таки пошло это с принятием именно большей части синтетических витаминов. Как их можно отличить? По вкусу, по цвету, по форме, по какой-то. То есть смотрите, на детских тоже приведу пример. Желатиновые какие-нибудь вкусняшки, мишки с вкусом апельсина, клубники, там еще чего-нибудь, это синтетические витамины. Или, во всяком случае, если там могут быть полусинтетические, то есть там могут быть и натуральные витамины, но при этом, когда добавлено огромное количество вот этих вот подклассителей, вкусовых ароматических добавок, что происходит? Нельзя, чтобы ни ребенок, ни взрослый человек принимал постоянно вот эти вот витамины. Потому что все то, что дополнительно, или все то, что создано искусственно, оно имеет свойство накапливаться в нашем организме. И, соответственно, это должно выводиться. То есть в таком случае плюн курсами. Если же мы говорим о натуральных витаминах. Натуральные витамины можно поставить равно еда. Натуральный витамин – это равно еда. Вот если мы говорим о натуральных витаминах, витаминах, если опять же сказать курсами, да, натуральные витамины принимают курсами. Это то же самое, что можно сказать, ну, давайте вы 3 месяца будете кушать, а потом на 3 месяца вы сделаете перерыв, 3 месяца вы будете одну воду пить. Вот это вот если говорим мы про натуральные витамины. Синтетические, да. Вот все эти разукрашенные витамины, имеющие какие-то вкусы, витамины, да, распространенные там ревито различные, там еще какие-нибудь витамины, их нельзя пить постоянно, потому что очень много чужеродных продуктов, которые организм должен выводить, да. Наши же витамины, они 100% натуральные, поэтому их нужно пить постоянно. Это равнозначно тому, что вы перестали есть, если вы перестали пить витамины. В состав wellness-стойков у нас входят витамины для мужчин и для женщин, разбивка идет, да. Опять же, помним, что есть жирорастворимая, водорастворимая, поэтому витамины обязательно принимаем во время еды. Плюс ко всему, обязательно пьем необходимое количество воды в течение дня, потому что вода – это, знаете, как вагончик, который везет вот эти вот витамины в нужную клеточку. То есть вода, она поставляет все витамины. То есть если недостаточно воды, вы выпиваете в течение дня и вы принимаете витамины, есть вероятность того, что витамины пройдут транзитом. Но опять же, если, не буду зачитывать вот этот слайд, смотрите, что происходит, если в вашем организме недостаточно воды, откуда она потом забирается. Конечно же, в состав wellness-стойков входят также и омега-3, ненасыщенные жирные кислоты. Мы уже говорили про ненасыщенные жиры. Это омега-3 у нас в организм поступает только извне, только с пищей. Это не вырабатывается, кислота, которая не вырабатывается в нашем организме, но должна быть в ежедневном рационе питания. Если помните, раньше была такая программа именно в Советском Союзе, когда всем детям, взрослым, дождавали именно рыбий жир, и было очень правильно, было очень здорово, потому что за что отвечает омега-3? За работу мозга, за работу нервной системы, за работу суставов, сердце и легкие мышцы. То есть какой орган не коснется, почему? Потому что омега-3 является основой для нормальной мембраны клетки. Вот есть клетка, есть ядро, а есть мембрана, и вот эта вот мембрана, она должна быть эластичной. Если в вашем рационе питание преобладает омега-6, эта мембрана будет твердой и легко пробиваемой. В таком случае высокая вероятность хронических заболеваний, вирусных заболеваний, высокая вероятность, что вы будете бояться различных чихов вокруг, потому что послезавтра вы начнете чихать сами, и кашлят, и у вас начнется простуда. Это когда в вашем рационе очень высокое содержание омега-6, и мембраны каждой клеточки у вас, они очень плотные. Если же очень высокое содержание омега-3 в организме, мембрана клетки эластичная, через нее невозможно пробиться вирусу, то есть клеточка защищена, соответственно, неважно, какое огромное количество людей вокруг вас будет болеть, а вы будете чувствовать себя прекрасным и здоровым. Как часто мы слышим истории, да, в этом году я не болел ни разу, в этом году все вокруг переболели, а я чувствовала себя прекрасно. Я ничего не поменяла, только начала пить или Wellness Pack, или же омега стала используя в своем рационе питания, добавила. Можно громче, могу чуть-чуть громче, если плохо слышно. И смотрите, вот так выглядит, выглядит, конечно же, я уже показывала, да, этот слайд, когда говорила о том, что могут образовываться тромбы, могут образовываться бляшки в наших сосудах. Так вот, если в вашем рационе достаточное количество омега-3, вот этого не будет. То есть сосуды будут эластичными, кровь будет протекать очень хорошо, ничего не будет задерживаться, соответственно, работа сердечно-сосудистой системы будет налажена и отлажена в полной мере. Конечно же, в период именно вынашивания, в период кормления грудью, обязательно, и очень, вернее как, очень важно добавлять именно омега-3 в рацион питания, потому что, благодаря, если вы принимаете во время вынашивания ребенка, да, ребенок получает уже омега-3, его развитие происходит правильно, грамотно, полноценно развивается и его нервная система, полноценно развивается работа всех его органов, и, конечно же, когда тоже происходит кормление грудью, ребенок вместе с молоком тоже получает омега-3. Я могу сказать, я, когда узнала, что я беременна вторым ребенком, я к Wellness Pack добавила еще дополнительно, я пила жидку омега-3, как-то вот у меня осталась эта привычка, и до сих пор так дополнительно и пью, я выпиваю Wellness Pack, плюс еще пол чайной ложки омега-3, пока кормила грудью, тоже пила, пила, это было мое решение, хотя была тоже консультация с врачом, у меня очень профессиональная была именно врач-гинеколог, и она сказала, да, однозначно, да, нужно принимать омега, ну, я могу сказать, потому что я доверяла ей, я знала ее квалификацию, но, знаете, так, между нами говоря, было предупреждено о том, что не все врачи настолько лояльны, не все врачи настолько могут посоветовать и одобрить твое решение, поэтому, ну, было принято решение, что только с ней я общаюсь на, по моменту приема именно данных продуктов, да, именно данной категории Wellness, я пила, и я ни на грамм не пожалела, потому что, фу-фу-фу, до сих пор посещение врачей с младшим ребенком у нас только плановое, ну, если только какие-то экстренные случаи, когда неудачно, может быть, там упал, был у нас, все остальное – это посещение врача и исключительно только плановое посещение. Он пошел у меня в детский сад в год и в восемь, не было адаптационного периода, у нас не было даже периода соплей, поэтому омега-3 он тоже пьет всю свою жизнь, с того момента, как я стала вводить ему прикорм, я стала тоже давать омега-3. Я уже стараюсь, я уже закругляюсь, я знаю, что ждет в следующей спике, и, конечно же, в состав Wellness Pack'а также входит очень сильный антиоксидант, это шведский битекомплекс, это астаксантин, плюс еще экстракт черники сюда входит, и, конечно же, это самая сильная защита нашего организма, защита абсолютно каждой клеточки. Почему? Потому что если мы берем обычный антиоксидант, ну, предположим, цитрусовый, да, витамин С – это антиоксидант, он защищает вот ту же мембрану, он защищает только с внешней стороны, он как бы берет ее в оболочку такую. А если мы говорим про астаксантин, он защищает эту мембрану и снаружи, и изнутри, то есть вот происходит двойная такая защита, он прошивает, вот видите, вот эти красненькие такие загогулечки, да, это прошито именно астаксантином, прошитая мембрана клетки, соответственно, очень сильная защита. Вот такую защиту невозможно пробить ни одному вирусу. И смотрите, две женщины, ровесницы, но как выглядят? Мадонна в одном из журналов, в одном из выпусков журнала Allure, она поделилась, она сказала, в чем секрет моей молодости? Один из секретов – это то, что в моем рационе каждый день присутствует астаксантин. Мой личный шеф-повар так составляет рацион питания, что там всегда есть астаксантин. Поэтому, ну, астаксантин именно не в такой форме, да, а именно природный, тут идет красная рыба в частности, где очень высокое содержание именно астаксантина. И витамины, минералы, омега-3 и, конечно же, очень сильный антиоксидант – все это входит в состав именно wellness-пэков. И если говорить о нашей категории wellness, конечно же, у нас также есть еще в категории продуктов именно для детей. И я уже немножко сказала про омега-3 детскую. Конечно же, очень важно, чтобы у детей в рационе питания были такие продукты. И плюс ко всему витамины, да, витамины и минералы, которые, конечно же, не только мы с вами должны добавлять к нашему питанию, но также должны добавлять и наши дети. Потому что вспомните, что является привычкой в питании ваших детей, что они чаще всего едят. Овощи, фрукты, зелень, может быть, кисломолочные продукты, или же это какие-то другие предпочтения именно в питании. На сегодняшний день, смотрите, самое высокое содержание витаминов, это именно в нашем комплексе, да, 13 витаминов, 8 минералов, нет искусственных ароматизаторов, у нас добавлено масло апельсина, то есть такая немножко кислиночка, с легкой кислиночкой идет, ну, таблеточка нельзя, ну, как бы капсулка такая. И очень классно то, что не добавлено вообще ничего, то есть здесь даже нет украсителей, здесь нет крахмала, здесь нет желатиновой оболочки, дети просто разжевывают, безумно любят, и, конечно же, это очень большой плюс, то что детям очень нравится, и они сами не забывают по приему витаминов и приему именно омеги. Я вот опять же могу сказать про моих, у меня, ну, в частности, младший, он, у него утро начинается, мама ибки, да, мама дай ибки, то есть это мама дай рыбки, ну, у него как-то рыбки еще пошло с того момента, как он принимал капсулу, сейчас он пьет уже жидкую омегу, ну, вот у него это вошло в привычку, и Саша, конечно же, тоже витамином напоминает, поэтому просто введите в привычку, просто покажите самим примером, введите в привычку в рацион питания, и опять же, да, Ольга Григорян, всегда и везде делится информация именно по нашей категории продуктов, совсем недавно тоже была в Минске, опять же, рассказывала об особенностях и уникальности данных продуктов. У нас очень много стандартов, самый высокий это GMP, то, что рекомендовано, Российская Академия Медицинских Наук, и очень многими именно ассоциациями, плюс ко всему, мы в прошлом году стали победителями в области здорового питания, конечно же, это большой плюс. Наши продукты рекомендуют очень известные спортсмены, и Евгений Плющенко, и Ирина Слудская, и Каролина Возняцкий, и Лирия Подкопаева, да, у нас очень много историй, своих историй по коррекции веса, да, Наталья Бирюкова, директор компании Арифлейн, потрясающе скорректировала, Татьяна Кургутлова, тоже шикарно, да, это вообще просто, это не фотошоп, это реально, это за два года коррекция, было 138 килограмм, на сегодняшний день чуть больше 60 килограмм, потрясающий результат именно, плюс в нашей команде, Ольга Сашкевич, тоже год разница, да, минус 10 килограмм, и вес никуда не двигается, наша Wellness Tech, пьет полностью вся, весь клуб Динамо, именно Рига, шведская сборная по биатлону, также принимает наш Wellness Pack, Сергей Руднев стал многократным призером в мире, благодаря тоже нашей категории Wellness, его история есть на YouTube, и, конечно же, кто-то скажет, что, ну, им заплатили, и они пиарят, нет, ну, где, это каждый сам принимает, конечно же, но смотрите, ее величество, королева Швеции Сирия, точно не нуждается в пиаре, точно не нуждается в рекламе, и она на сегодняшний день тоже использует нашу категорию продуктов, ей очень нравится клубничный вкус, она была в научно-исследовательском центре и Гелеса, и, конечно же, это тот человек, который борется именно, да, за здоровую нацию, у них лозунг, именно за здоровую нацию, и, конечно же, это уже не нуждается в рекламе, человек, который не нуждается в рекламе. И на сегодняшний день очень классно, что у вас есть возможность оформления подписки, когда у вас, вы выкупаете три продукта ежекаталожно подряд, и четвертый вы получаете практически в подарок, то есть четвертый продукт, пять или шесть тысяч, ну, в зависимости, какой это продукт, вы получаете. Поэтому, напоследок, я хочу вам пожелать всегда быть прекрасно, прекрасно выглядеть, всегда быть здоровым, чтобы ваши родные и близкие были здоровы, чтобы вы могли им подарить не только красоту, но и, конечно же, прекрасное самочувствие. И я передаю слово уже следующему спикеру, сейчас мы говорили с вами о красоте, сейчас мы говорили о внутренней красоте, о здоровье, но, конечно же, очень важно понимать, что в компании Арифлейм можно не только прекрасно выглядеть, отлично себя чувствовать, можно также очень хорошо зарабатывать для того, чтобы отдыхать красиво, путешествовать в разные страны мира, все это получать или же в подарок, или заработать на это денег, поэтому я уже передаю слово следующему спикеру.